Здравствуйте! С вами программа «Неделя города». Я, Марина Романюк, расскажу о главных событиях последних дней. Четкая фиксация – умные электросчетчики не дадут вам переплачивать. Площадка под ударом. От рухнувшего дерева жители одного из рязанских домов до сих пор в недоумении. Спасет и сохранит все преимущества автономных пожарных извещателей. Два года назад Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания начала проект по внедрению новых приборов учета электроэнергии. На сегодняшний день компания установила в многоквартирных домах города Рязани порядка 35 тысяч таких приборов. Автоматическая передача данных – главное преимущество так называемых умных счетчиков. Не надо бегать от одного к другому, записывать цифры в блокнот. Показания от каждого устройства учета передаются напрямую в Рязанскую городскую муниципальную энергосботовую компанию. Заменить обычные электросчетчики на новые, автоматизированные, можно по мере истечения срока их работы или выхода из строя. Умные счетчики существенно облегчают жизнь потребителям. При установке умного счетчика потребителю не надо ежемесячно помнить о необходимости снятия показаний и о необходимости их передачи в энергосботовую компанию для дальнейшей оплаты за потребленную электроэнергию. Данные приборы учета устанавливаются не целыми домами, а точечно. В настоящий момент таких приборов учета в зоне деятельности нашей компании установлено порядка 35 тысяч. Кроме обычного, привычного потребительного способа узнать показания текущие на приборе учета посредством просмотра и индикации их на дисплее, также их можно узнать и увидеть в любое удобное для вас время в личном кабинете нашей компании. Умные счетчики удобны и при оплате коммунальных услуг по электроснабжению. Ведь любая ошибка в данных исключена, и жильцы платят только за потребленный ресурс. Кстати, в случае задолженности умный счетчик позволит отключить электричество в помещении должника дистанционно. Умные счетчики начали появляться не так давно, потому что это нововведение, скажем так, в системе ЖКХ и контроля за оплатой энергоресурсов. Преимущество данных счетчиков в том, что в свое время можно проводить контроль расхода электроэнергии, соответственно, которой пользуются жители. И, соответственно, можно привлекать неплательщиков в свое время и срок. Так как умные счетчики, они присоединены, соответственно, по удаленной связи, это, ну, образом называется диспетчеризация. Если ранее, например, с счетчиками, которые были без диспетчеризации, постоянно, ну, раз в квартал, то есть энергоресурсов, с наджащим организацией, нужно делать обходы. Информация об отключенных от электросети квартирах помогает управляющим организациям избежать непродуктивных вызовов электрика и дает возможность контроля несанкционированных подключений к внутридомовым сетям электроснабжения. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В региональном МЧС предупреждают, что с похолоданием возникает риск возникновения пожаров из-за использования электрических приборов для отопления. Чтобы беды не произошло, пожарные советуют устанавливать автономные пожарные извещатели. Что это такое и кому они могут достаться бесплатно – в следующем сюжете. Больше 200 пожаров в частных домах и в половину меньше в многоквартирных. Эта статистика только за текущий год. Есть и погибшие больше 40 человек. В региональном МЧС для профилактики гибели и травмирования людей при пожарах рекомендуют устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели. Тем более, что в семьях социального риска датчики должны стоять по закону. Штраф за отсутствие до 15 тысяч рублей. На территории нашего региона отдельным категориям граждан предоставляется адресная материальная помощь в виде единовременной выплаты. Данная выплата предусмотрена постановлением правительства Рязанской области номер 7 от 24.01.2006 года. Она предоставляется именно многодетным семьям, которые находятся в тяжелой ситуации жизненной. За покупку и установку датчика им предусмотрена денежная компенсация. Стоит отметить, что вариантов этих датчиков несколько. От простого, который извещает громким звуком о начале пожара, до сложного с технологией GSM, которая передает сигнал о начале возгорания на пульт дежурных МЧС. Тем не менее, носит это все рекомендательный характер. С начала года в Рязанской области ликвидировано более 2700 пожаров. В 99 случаев из 100 возгорания в жилых домах и квартирах возникают в результате небрежного обращения с огнем. Сюда же неисправности бытовых электронагревательных приборов. Об этом рассказали на специальном брифинге в региональном МЧС. И напомнили о простых правилах безопасности, которые помогут избежать бытовых пожаров. Курение в постели, оставление детей без присмотра, хранение горючих веществ на балконе. В топе причин бытовых пожаров. Статистика неумолима. В осенне-зимний период количество возгораний в жилом секторе растет ежегодно. Так, за прошлый отопительный период в регионе произошло 308 пожаров, при которых, к сожалению, погибло 58 человек. Травмы различной степени тяжести получило 44 человека. Количество погибших людей при пожарах в этот период по статистике возрастает в 2,5 раза в сравнении с весенне-летним периодом. 31 пожар случился из-за неисправного печного отопления и обогревателей. 155 в результате короткого замыкания из-за нагрузки на электросеть. 90 бытовых пожаров – результат халатного обращения с огнем. 7 января 2023 года в Сараевском районе в селе Большие Мажары произошел пожар в жилом доме, в результате которого уничтожен дом полностью на площади 50 квадратных метров. В огне погибла женщина 82 лет. А днем 3 марта текущего года в Чучковском районе в селе Шеметово возник пожар также в жилом доме. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом. На месте пожара был обнаружен труп 65-летнего мужчины. Обычное соблюдение норм безопасности помогает избежать печальных последствий, сберечь имущество и спасти человеческие жизни. По словам пожарных, профилактика сегодня превыше всего. Поэтому ни в коем случае не оставляйте электрические отопительные приборы и печи, работающими на ночь и без присмотра. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Следующий год в России будет объявлен годом спорта. В Рязани проведут масштабный фестиваль ГТО. Об этом губернатор Павел Малков заявил на правительстве. Он поручил министру спорта уже сейчас начинать готовиться. Кроме того, среди актуальных тем были новая транспортная схема города и замена уличного освещения. Рязань активно поддерживает бойцов на СВО и ускоренными темпами восстанавливает новые территории. С этого начал правительство Павел Малков. По его словам, в Мариуполе рязанские строители уже отремонтировали 27 многоквартирных домов, то есть целый квартал. Жизнь постепенно налаживается. Люди возвращаются, заявил губернатор. В Херсонской области тоже ситуация меняется кардинально. Там мы помогаем приводить в порядок социальные объекты, делаем ремонты в школах, в детсадах, в Доме культуры. Наложим работу во всех этих учреждениях. Два МФЦ, мои документы запускаем. Регулярно отправляем гуманитарную помощь. Огромное количество людей в этом участвует. И вот местные жители очень благодарят всех рязанцев, кто участвует в этой работе. Следующий год в России будет годом спорта. Выступая на форуме «Россия. Спортивные державы», президент Владимир Путин эту идею поддержала. И к 2030 году главам регионов поставлена задача вовлечь в массовый спорт 70% жителей. Для этого, конечно, нужна инфраструктура. Нужны новые спорткомплексы, стадионы, бассейны. И Рязань в этом смысле старается не отставать. Мы уже сейчас модернизировали и построили пять футбольных полей в разных муниципалитетах. Начали в Рязани ФОК возводить. Умную спортивную площадку в Шилово запустили. Такую же планируемую в Рязани открыть в ближайшем будущем. Также три спортивных площадки малой формы сделали в Ряжском, Сторожиловском, Шиловском районах. Они, кстати, могут стать и площадками для сдачи норматива ГТО. И мы уже обсуждали, коллеги, что есть идея следующей весной провести большой масштабный фестиваль ГТО. Новая транспортная модель Рязани – тема широко обсуждаемая в сети. Мнений, по словам Павла Малкова, много. Они иногда полярны. Поэтому руководителя городской администрации Виталия Артемова губернатор попросил пока взять паузу и доработать проект с учетом всех мнений. И понятно, что без обновления автопарка такие глобальные решения принимать преждевременно. Контракт на поставку 25 новых автобусов уже заключен. Все идут в графике. То есть до декабря месяца у нас весь транспорт на то финансирование, которое предусмотрено для города будет поставить. Что же касается освещения, еще одна актуальная городская тема, то пока что все, как говорится, в процессе. И отключение электричества в районах – прямое следствие замены светильников. Пока что контракт выполнил всего на треть, но главный здесь показатель – количество обращений граждан. А их в сравнении с прошлым годом стало вдвое меньше. Все программы развития и социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков, комментируя проект областного бюджета на следующий год. Параметры главного финансового документа региона рассматривали отдельно. Почти 82 миллиарда рублей собственных доходов. Это цифра 2024 года, и по поступлениям из всех источников она рекордная. Впрочем, тратить регион по-прежнему будет больше, чем зарабатывает. Возросла социалка – основная статья расходов. Дефицит следующего года – 254 миллиона рублей. Выйти в ноль областной бюджет сможет только в 26-м. Главное сейчас – правильно расставить приоритеты. В структуре расходов областного бюджета более 40% приходится на такие социальные расходы, как выплата заработной платы, оказание мер социальной поддержки, обеспечение работы сети бюджетных учреждений, оказывающихся услуги населению. На социальные выплаты гражданам предлагается направить почти 13 миллиардов рублей. При этом по всем мерам социальной поддержки предусмотрена индексация на уровень инфляции, что составит рост более 760 миллионов по сравнению с текущим годом. В следующем году на 12 нацпроектов из областного бюджета направят 11,6 миллиарда рублей. На эти деньги власти завершат строительство школ в Касимове и в Рязанском микрорайоне Семчино, введут в эксплуатацию спортивный комплекс и начнут возводить филиал поликлиники номер 11. Коммерческие кредиты в региональной казне уже практически полностью замещены бюджетными. В следующем году они добавят 617 миллионов рублей для школы в Олимпийском и строительства двух детских садов в Рязани и Рыбном. Впрочем, цифры прихода еще не окончательные. По словам губернатора Павла Малкова, траншей из федерального центра вполне может быть и больше. Сохраняем все социальные обязательства, сохраняем все программы развития. Сейчас действительно еще не до конца определены объемы федеральных средств, которые будут доведены до региона. Мы работаем здесь и вы по своей части все взаимодействуете. В целом, постоянно мы в федеральной повестке присутствуем, в том числе на связи с Андреем Михайловичем Макаровым. Буквально каждый день с ним работаем. Он очень помогает во всех процессах. Поэтому здесь, конечно, еще, я думаю, у нас будут определенные положительные изменения. Что касается собственного госдолга области, то в абсолютных цифрах он не сильно изменится. А вот в структуре постоянно растущего бюджета доля будет уменьшаться. Это и есть одно из главных преимуществ бюджетных, а не коммерческих кредитов. Как в Рязани не вступить в финансовую пирамиду? Что нужно делать при обнаружении фальшивки, а также все о цифровом рубле? На все эти вопросы ответил управляющий региональным отделением Банка России Сергей Кузнецов. Подробности далее. Финансовые пирамиды в Рязани все еще есть и они работают. С этой плохой новости начал управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. Но схемы отечественных МММ претерпели изменения. Из мира материального пирамиды перенеслись в мир виртуальный. 98% от общего их количества сейчас в интернете. Изменилось и отношение к пирамидам. Для кого-то это даже способ поиграться. Быстро вложил деньги и также быстро снял. Чтобы не стать жертвой, нужно понимать, в какую организацию ты вкладываешь деньги. На сайте Центрального банка есть список организаций с признаками финансовых пирамид. Их более 11 тысяч. Есть и рязанские организации в этом списке. Вот мой совет перед тем, как вложить деньги, посмотрите, есть ли эта организация в этом списке. Потом посмотрите вообще, какие документы есть у этой организации. По фальшивкам ситуация тоже, говорят, стабильная. Чаще всего стараются подделывать пятитысячный Хабаровск. Оно и понятно. Больше прибыли за те же трудозатраты. Евро и доллары тоже в ходу. Но не забывают видать фальшивомонетчики и об истоках. Буквально вчера выявили поддельные монетки. По статистике, таких всегда мало с пару штук. Купюр все же больше. А выявить подделку все так же просто. Посмотреть на просвет и увидеть водяные знаки. Прощупать рельеф на купюре и, наконец, наклонить ее. Меняется цвет герба. С виртуальными деньгами тоже следует обращаться осторожно. Для покупки в интернете 100% использовать отдельную карту. Она не обязательно будет физической, может быть. Выпустите цифровую. Практически все кредитные организации это делают. Выпустите цифровую карту, оставьте на ней 0 рублей и используйте ее для покупки в интернете. Перед покупкой в интернете вы переводите туда нужную сумму, списываете ее за покупку в интернете и, опять же, оставляете нулевую сумму. Здесь, если вдруг вы зашли на мошеннический сайт и с вас писали, да, вы потеряете один раз, но не потеряете больше. И, ну, это прям правило хорошего бутона. По остальным темам пробежались тезисно. Так, инфляция в регионе 5,8%. Много это или мало Сергей Кузнецов посоветовал решать самим. Добавим только, что цифра эта с начала года только продолжает расти. Однако, по сравнению с ЦФО и страной в целом, показатель значительно ниже остальных регионов. В свою очередь, третью форму денег, цифровой рубль, продолжают тестировать, чтобы, когда его все же введут, никаких проблем в пользовании разрекламированным продуктом не было. С 1 ноября проезд в коммерческом транспорте города Рязани будет стоить 33 рубля. По федеральному закону номер 220, перевозчики могут сами устанавливать цену проезда, если регулярно занимаются перевозками по нерегулируемому тарифу. О том, какие изменения коснутся не только областной центр, но и всю страну, расскажем далее. Отдельным категориям пенсионеров повысят пенсии. Перерасчет выплат ждет тех, кто в предыдущем месяце отпраздновал 80-летие или оформил инвалидность первой группы. В 2023 году фиксированный показатель страховой пенсии равен 7,5 тысячам рублей. Выплаты станут больше ровно в два раза. Перерасчет пенсии также оформят членам летних экипажей и горнякам. Субсидии начислят, если у пенсионеров за плечами есть достаточный стаж работы – более 25 лет для мужчин или 20 для женщин. С 1 ноября молодые семьи смогут оформить льготную арктическую ипотеку. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Теперь ставка на жилье для молодых семей в Красноярском крае, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Мурманской и части Архангельской области, Республик Саха и Коми, а также Карелия составит 2% годовых. В федеральном правительстве давно обсуждался вопрос запуска подобной инициативы. Она станет продолжением успешно проводимой программы дальневосточной ипотеки. В последний день осени стартует срочный призыв в северных регионах нашей страны. Это связано с погодными условиями. Так, новобранцы Крайнего Севера начнут получать повестки только с 1 ноября. На службу отправятся молодые люди от 18 до 27 лет, проживающие на территории некоторых районов Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского, Пермского и Красноярского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областей. Новые требования ноябрь предъявят для автолюбителей. Теперь каждое транспортное средство должно быть оснащено антиблагировочной системой тормозов. Устройство позволит сохранить устойчивость автомобиля при резком торможении. Большая часть молочной продукции теперь подлежит обязательной сертификации. В список вошли молоко, йогурты, сливки, творог, кефир, мороженое, молодые сыры. По словам властей, данная мера никак не повлияет на повышение стоимости молочных продуктов. Напомним, что часть подобной продукции, например, сгущенное молоко и сливочное масло, подлежат сертификации с 1 июля 2019 года. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». В Рязани, во дворе одного из жилых домов, прямо на детскую площадку упало дерево. К счастью, все обошлось без пострадавших. Но местные жители говорят, что этот сухостой ранее уже признавали аварийным. А теперь дерево упало и до сих пор лежит на площадке почти неделю. Это двор дома 10 по улице Циолковского. С торца – вторая детская поликлиника. По одну сторону от него расположилась Николаемская церковь, по другую – музыкальный театр. А через дом – префектура Октябрьского района. Казалось бы, в таком окружении падение дерева будет выглядеть по меньшей мере, как ЧП квартального масштаба. Но нет. Ясень рухнул прямо на детскую площадку. Лежит там до сих пор. Якобы техника приезжала, ворота были закрыты, и они не смогли сюда попасть. Оставьте номер телефона. Хотя номер телефона оставляли. Здесь я со своими детьми гуляю практически три раза в день. Сами видите, сейчас ворота открыты. У нас здесь поликлиника. То и дело выезжает машина, потому что у нас здесь врачи выезжают на выезде. Даже если просто позвонить в любую квартиру, так как мы, жители, постоянно ждем этой техники, любой житель открыл бы. Упало дерево вечером. По счастливой случайности пострадавших нет. Но есть недовольные. Впрочем, свое недоверие они копят еще с 2021 года. Тогда специалисты Управления благоустройства города осмотрели двор, выявили 18 ясеней с признаками усыхания и приняли решение о вырубке деревьев. Пусть и дописали в официальном ответе, что работы будут идти с опозданием срока. От 6 сентября 2022 года подавали туда заявку и такой прислали нам ответ, что на право вырубки деревьев акт был составлен от 5 июля 2022 года, номер 69, о том, что у них нет времени на нашу 22 года, а сейчас 23. Читаем дальше. 22 год. Ответ как под копирку. Объем работ большой, заявок много, могут быть задержки по срокам. 23 год. Спил продолжается. Адресные ориентиры ваши сотрудникам передали. И строчка. Принимаем все меры для увеличения объема работ по удалению сухих деревьев. Может показаться, что опил деревьев вдоль детской площадки уже хороший жест от властей. Но казалось, что местные жители сумели организоваться сами. Жители, значит, дома 10 сами собрались, там получили какое-то там разрешение, оно у наших мужчин и мужей. И вот эти деревья, которые были аварийными, видите, они здесь вот так вот спилены где-то наполовину. То есть сами жители, мы начали уже спиливать эти деревья, потому что уже начали бояться за свою жизнь, за жизнь своих детей. Сам бить, да, деревья уже падают. Вот. Нам пообещали, что хотя бы нам пришлют вот технику, чтобы эти деревья убрать. Но даже и здесь обманули. Не прислали ни технику, все, собственно, наручно убирали. Марина Петрова провела нашей съемочной группе экскурсию по двору. Вот, говорит, аварийное дерево, вот еще одно. Большая часть из них нависает на детской площадке. Но никто на это по-прежнему не реагирует. Видимо, все еще чего-то ждут. В Рязани открыли новый пункт отбора на военную службу по контракту. По поручению губернатора разместили его в здании на улице Коширина. О том, как организована работа пункта, расскажем далее. Желающих служить по контракту в сравнении с летом стало больше почти на 20%. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Павлу Малкову, начальник пункта отбора на военную службу Дмитрий Зайцев. Глава региона пообщался с сотрудниками и осмотрел функциональные помещения. Есть и комнаты для временного размещения, есть спортивные залы, замечательные столовые. В целом, все так сделано очень по-современности. Причем хочу отметить, что в этом же здании располагается и МОФ по предоставлению услуг. И все это работает в едином комплексе. То есть разом можно решить все вопросы, все задачи, все проблемы и уже дальше приступить к выполнению задач. Поэтому я считаю, что такой очень правильный проект. Но сейчас с коллегами поговорили, нужно ли еще что-то. Нет, вот сейчас сформировано абсолютно все для комфортной работы и дальше надо только работать и вполне с поставленной задачей. Павел Малков также отметил, что еще на этапе разработки проекта новый пункт отбора задумывался как учреждение с максимально комфортными условиями для тех, кто готов защищать нашу родину. Задумку в жизнь удалось воплотить, подчеркнул губернатор Рязанской области. Если говорить именно про саму организацию набора по контракту, есть соответствующая государственная задача. Но еще раз, выполнить ее можно очень сильно по-разному. Можно подойти формально, можно работать на той инфраструктуре, которая была, а можно постараться уже создать что-то с соответствующим всем современным стандартам. По словам губернатора, при оснащении нового пункта использовались российские материалы и комплектующие, в том числе и те, что производят на территории нашего региона. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязанском дворце торжеств открылась фотовыставка «Семья Николая II» в экспозиции 40 семейных фотографий последнего русского императора. Первую экскурсию по фотовыставке для журналистов региональных СМИ провела начальник главного управления ЗАГС региона Елена Сорокина. Вы любите ходить в гости? Да. Конечно, все любят ходить в гости. Приходим в дом, особенно если это дом с традициями, и видим фотографии. Фотографии на стенах, фотографии на предметах мебели, а еще нам могут дать посмотреть семейный альбом. Атмосфера любви, верности и заботы друг о друге. Семья последнего русского императора – достойный пример для подражания, считают сотрудники ЗАГСа. Порядка 40 фотографий экспозиции рассказывают о том, чем жили царь и его близкие. Жесточайший кризис семьи. Мы сейчас знаем, что порядка 80% современных молодых семейных пар разводится в ближайшие три года совместной жизни. Обусловлено не только сложными социально-экономическими условиями в нашей стране, но и, конечно, духовным кризисом. Глядя на эти фотографии посетителей Центрального управления ЗАГСа, вот этого здания на Московском шоссе, я думаю, однозначно какие-то хорошие мысли будут разделять и вдохновляться вот этими фотографиями для того, чтобы самим тоже построить счастливую семью. Исторические фотоснимки предоставил Сретенский монастырь. По воспоминаниям современников Николай II утверждал, что семья – основа всякого государства. Удивительная простота в общении, взаимная любовь и уважение, чуткое отношение к детям. Именно этого ждут от молодоженов организаторы выставки. Нам хотелось сделать подарок рязанцам и вместе с тем показать, какой может быть семья, если она основана на высоконравственных духовных началах. Думаю, что выставка при должном отношении родителей будет интересна и детям. Ну а что касается организованных групп, мы готовы проводить экскурсию. Естественно, на абсолютно безвозмездной основе. Для нас главное, чтобы счастливых семей в нашей Рязанской области становилось больше. Выставка – первый подобный проект для регионального ЗАГСа. Но если экспозиция вызовет интерес, то инициативу о семейных ценностях продолжат по всей области. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все новости к настоящему часу. Я, Марина Романюк, прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин